добрый день сегодня я хочу рассказать о чрезвычайно интересном продукте о протеиновых батончиках faberlic как всегда мы делаем нечто необычное почему протеиновые обратите внимание это очень сильно отличается от типового восприятия так называемого батончика для перекуса который должен быть очень сладким очень калорийным и не очень полезным 35 грамм общей массы батончика из которых 21 процент белка давайте по порядку об ингредиентах сухой сывороточный белок концентрат молочного белка казин это первый и главный важнейший компонент к нему примыкает по уже устоявшийся наши что называется хай-тек традиции примыкает гидролизат коллагена если обратиться сразу к белку к витаминному миксу который находится у нас непременно в составе наших батончиков то и в его составе есть биотин потрясающий трендовый компонент который позволяет коллагену прекрасно усваиваться откуда берется этот сладкий вкус сахарозаменители ольга фруктоза мальтитол мальтодекстрин сразу о сложных терминах которые вызывают у наших потребителей массу вопроса что такое ольга фруктоза это ни в коем случае не фруктоза как таковая это достаточно длинная молекула фрагмент молекулы инулина то есть пищевого волокна которая к слову сказать не очень сладкая на разика раза так в четыре менее сладкая чем скажем глюкоза и почти не калорийно в состав протеиновых батончиков включены сахарозаменители цель во первых попытаться заменить углеводы которые очевидно не являются самыми полезными веществами во вторых снабдить наши продукты приятным сладким вкусом в первую очередь речь идет об ольга фруктозе несмотря на это название это категорически не сверх сладкий моносахарид это продукт являющийся собственно говоря фрагментом молекулы инулина то есть пищевого волокна к слову сказать он почти не сладкий и очень низкокалорийный с очень низким гликемическим индексом мальтодекстрин это фрагмент молекулы крахмала который также является чрезвычайно малокалорийным и очень назовем это так медленно усваивается в желудочно-кишечном тракте пищевые волокна это пшеничные безглютеновые волокна которые нам необходимы для того чтобы создавать полноценную очень назовем это так модель очень хорошую пищевую модель для внятного усвоения протеинового батончика в желудочно-кишечном тракте одним из крайне важных компонентов является инулин это не просто пищевые волокна это потрясающий пребиотик который создает комфортные условия для существования кишечной микрофлоры пшеничные безглютенные волокна и инулин это практически оптимальный комплекс для того чтобы у нас было и управляемое усвоение всасывание компонентов нашего протеинового батончика и тот самый оптимальный баланс микрофлоры что такое пребиотики те вещества которыми в сущности питаются наши добрые друзья и соседи которые расположены у нас в в тонком и толстом кишечнике то есть микрофлора почему мы обращаем на это внимание сейчас микрофлора и пре и пробиотические комплексы являются одним из самых главных трендов которые обеспечивают не просто здоровье в целом но в первую очередь здоровье иммунной системы в состав наших протеиновых батончиков включены порошки разнообразных фруктов и ягод это и банан это и черника это лесные ягоды зачем это нужно в них даже в микроскопических количествах содержатся органические кислоты содержится антоцианы содержится вещества которые нам объективно необходимы потому что они являются мощными бустерами запускателями витаминных каскадов гормональных каскадов их не стоит недооценивать когда они натуральные это в высокой степени добавляет и усиливает полезность наших продуктов жиры в составе батончиков в первую очередь это лицетин один из наиболее важных фосфолипидов находящийся в составе клеточной стенки и в первую очередь клеточной стенки нейронов клеток нервной системы это масло какао и заменитель какао лауринового типа об этом ингредиенте несколько подробнее потому что по поводу него у нас масса вопросов это компонент который производится из тропических масел его у нас менее одного процента в составе и он практически необходим для современных кондитерских изделий или изделий здорового питания рецепт этого компонента для нас специально создавался в бельгии по эксклюзивному заказу фаберлик почему был сделан этот заказ и почему было сделано это техническое задание на разработку в первую очередь надо было исходить из минимального содержания подобного компонента второе из максимальной полезности для того чтобы избежать каких бы то ни было назовем это так толкований или сложных вопросов или чего-то подобного нужны ли жиры для обыкновенного перекуса если подвести итог у нас есть как мы сказали уже белки плюс коллаген у нас есть углеводы часть из которых очень небольшая является легко усвояемой а в основном это пищевые волокна у нас есть жиры или липиды чего нам в сущности нужно для создания полноценного продукта это витаминные комплексы витаминовый премикс который находится в составе батончиков является один из самых хорошо сбалансированных и существующих на рынке в первую очередь это группа b включая ниацин фолиевая кислота витамин c это ряд микроэлементов минералов и получается что при употреблении одного батончика мы получаем практически суточные дозы необходимые для существования организма обязан обратить внимание на вопросы которые у нас уже есть по поводу наших протеиновых батончиков вопрос 1 а зачем они в сущности нужны что это за протеиновый перекус который очень сильно отличается еще раз говорю от того что есть что называется восприятие в разуме большинства людей для большинства людей это нужно съесть какой-нибудь энерджайзер или получить заряд энергии в первую очередь немедленно и и как можно быстрее потратить и попытаться это сделать в условиях скажем так повышенных нагрузок что мы при этом получим я говорю сейчас разумеется не о наших батончиках о том что есть на рынке то что заполняет полки киосков во всех городах современных цивилизованных стран это большая порция энергии те килокалорий это немедленный всплеск инсулина это немедленный всплеск не только инсулина но и и контр инсуляр инсулярных гормонов очень быстро расход этой энергии а если расход не произойдет то укладка его в виде жира и разумеется потери в первую очередь белковые потому что длиннове на весь этот набор биохимических реакций нужно тратить расходовать собственный человеческий фермент что такое наш протеиновый батончик или вернее целая линейка наших протеиновых батончиков это в первую очередь мощная порция белка легко усвоимого белка легко усвоимых протеинов которые у нас входят очень легко встраиваются в ежедневную схему потребления этого и наконец резюме которое я хотел бы подвести по нашим протеиновым батончикам можно ли подросткам детям безусловно да можно ли беременным женщинам и кормящим не проблема с одной единственной ремаркой необходимо посмотреть что беременная или кормящая мама принимает в виде витаминов или в виде каких бы то ни было биологически активных веществ нам не стоит превышать суточные дозы это касается в первую очередь витамина минерального комплекса протеиновый батончик faberlic выделяется на фоне того что происходит на рынке своими специфическими свойствами он один из интереснейших вариантов создания строительного материала а не только энерджайзера в пищевом потреблении